МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем-всем-всем добрый воскресный вечер, друзья! В эфире ваше любимое народное шоу песни от всей души, уникальные голоса и мелодии, которые изменили жизнь наших героев. И откроет нашу программу наша зажигательная гостья из Таганрога Раиса Димова с песней «Россияночка». Встречайте ее бурными аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ Моя судьба, платок цветастый, Чего в нем только не найдешь. И каждый день навстречу счастью ты на плечах его несешь. В нем сплетены узором дивным цветы я радости края. Но посмотрю мне всех красивей Ты, Россияночка, душа сердечная, коса длинная, загадка вечная, всегда радушная и хлебосольная, в любви горячая, казачка воляная. Ты, Россияночка, поступка смелая, в друге упоплая и в дружбе верная, Судьбой и ниточкой с Россией связана. И, Россияночка, все этим сказано. Если ты кого прощаешь Всегда от сердца, от всего, А верно ждать пообещаешь, Не пустишь в сердце никого. Обидит жизнь несправедливо, Ты через боль перешагнешь, И вопреки всему красиво Опять в платке цветном пройдешь. Ты, Россияночка, душа сердечная, Коса длинная, загадка вечная, Всегда радушная и хлебосольная, В любви горячая, казачка воляная. Ты, Россияночка, поступка смелая, В друге упорная и в дружбе верная, Судьбой и ниточкой с Россией связана. Ты, Россияночка, все этим сказано. И москвичка, и лизаночка, Как лебедушки плывут, Калужанка, ростовчаночка, Не робей, я в пляс пойду. Самарянка и туляночка Край и глаз не отведешь, Россиянки, Россияночки, Где таких несчаная? Ответ ноги еще найдешь. АПЛОДИСМЕНТЫ А татуировка настоящая или нарисовали передачу? Один мужчина подошел, мне начал тереть, думал, что я приклеила. Я говорю, нет, нет, все натуральное. Ну, вы даете? Это мне внук подарил на день рождения, 72 мне было. Он говорит, бабушка, пойдем, я тебе нарисую. Набью, да. И вы сразу согласились, да? Я подумала, подумала, а почему бы и нет. Ух ты. Молодежь вся ходит в татуировочках, почему бы и бабушки. Так это скрипичный ключ или что? Да, это скрипичный ключ. Поющая женщина, женщина, которая поет. Я сначала закрывала, а потом все. Думаю, не буду. Захожу в автобус за поручей, специально берусь вот так, чтобы видели все. Но вообще люди, когда начинают, они потом не останавливаются. А у вас в подробных планах набить не сказать? Вот, вот так. А билое на ноге. Я же говорю, все, дальше человек не останавливается. Вы на пенсии, а работали кем? Крановщицей. Вообще. В одном заводе, потом в другом заводе. И везде, где я работала, везде пела. Ну, давайте. И на кране еду и пою на весь пролет по цеху. Сколько вы не поете уже? Я с пятого класса пою. Я в пятом классе начала петь. А были планы быть певицей? Да, были, но не получилось, потому что я не выговариваю букву «Р». Ну, давайте посмотрим, Радиса Петровна, как вы живете. Мы побывали у вас в гостях. Мы находимся в доме престарелых. По утрам я тренировалась вот на этих тренажерах. Я здесь проживала 6 лет. Теперь прихожу сюда. Всех навещаю с концертами. Мне хочется всю себя отдавать людям. А здесь людей много. Эй, моряк, ты слишком долго в нас. Я тебя успела позабыть. А мне когда-то говорили, а Миша, это твой муж? Когда я здесь жила. А на самом деле это что? Любовник. Вот эти вот аплодисменты, вот эти светящиеся глаза. Лица людей тянет меня сюда. Ну, почему я из дома ушла? Никто меня туда не выгонял. Мне самой захотелось. В моей комнате 17 квадратных метров. Жила и дочка, и внук, и зять был. Мы даже на полу спали. Четыре человека жило. И я так прикинула, прикинула. Думаю, я им здесь мешаю. А у нас здесь в Таганроге шикарный оказался дом престарелых. А потом они ушли на квартиру. Вот осталась одна, как королева. Это крыша, она малосемейка, которую я заработала своим трудом. С завода я получила здесь комнату. Вот заходим в мои хоромы. Один холодильник недавно купила. Этот старенький уже, он скоро сдохнет, поэтому я на замену. Вот наша кухня. У нас здесь на 14 квартир две газовые печки. Это мой столик. Вот здесь мои чашки стоят. Здесь я стираю мелкие вещи. Пастерушки сделаем. У меня нет стиральной машины. Я ручками, ручками. Здесь я вешаю. Это бечевочка моя. Все удобства, все условия. Я не чувствую, что мне 75. Не хочется стареть. Только я увижу что-то красивое. Графинчики какие-нибудь домой приношу. И начинаю раскрашивать. Разрисовываю я лаком для ногтей. Буду красивой графинчик. В жизни все бывает. Я была замужем три раза. Первый муж развелись через два года. Потом другого нашла. В браке я со вторым была 25 лет. И он мне сказал, либо я, либо песни. Я сказала песни. И мы с ним разошлись. А третий был вообще уже пил много. И печенку загнал себе. Умер. Вот осталась одна. Бог, как говорится, любит троицу. Я больше не хочу замуж. Все уже. А жить интересно. Сейчас интереснее стало жить, чем раньше. Моя мечта пожить хоть перед смертью в своей собственной квартире. Ну, дай бог, ваша мечта сбудется. Этери Беряшвили у нас в гостях. Как вам судьба, Раис Петровны, вообще? Да, так вот. Здравствуйте. Ой. Слушайте, я немножко... И в шоке, и в восторге. А почему бы спустя 25 лет муж вам сказал или я, или песни? А что ему так мешали ваши песни? Он меня как руководитель почему-то ревновал. Кто сжег архив-то весь ваш? Ну, это же он. Это же он у меня сжег все мои альбомы, все мое детство, все, что я в школе. Он все сжег. Два альбома у меня было. У меня никакой памяти теперь не осталось. Я ему сказала, я тебе этого не прощу никогда. Ну, вам не надо, вы пойте, а там все записано. Там все разберутся. Я в восторге. Вы знаете, для меня вообще сам поступок, то, что вы ушли из дома, оставили молодым жить в этой квартире... Ну, да, я думаю, что я и мешаю там. Ну, как вы можете так говорить? Вы украшаете жизнь. Не, ну мне дети говорили. Понятно. Ну, то, что вы приехали и украсили жизнь тех людей, которые жили в том доме... Они мне говорили дети. Ну, судя по сюжету, вас там ждут в доме престарелых, вообще вы там звезда. Да. Что споем? Давайте поддержим это настроение. Ну, да, несмотря на все невзгоды, на все... Надо радоваться жизни, правильно? Радоваться жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И утро, словно миг откровения, я встаю. Викторяй, не зовет. Снова в это чудо мгновенье. Снова я тебе повторю, повторю, повторю. Радоваться жизни самой, радоваться вместе с тобой. Я не разучусь, если только рядом, рядом будешь ты. Рядом будешь ты. АПЛОДИСМЕНТЫ Радоваться вместе с тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не разучусь, если только рядом, рядом будешь ты. Рядом будешь ты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а сейчас твой сосед Тимур, наш гость из Ульяновской области. Никита Спирин выходит на сцену с казачьим романцем «Мама». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Много есть на свете людей Добрых да хороших АПЛОДИСМЕНТЫ Только не ваймамы моей И никого дороже Только не ваймамы моей АПЛОДИСМЕНТЫ 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 НУТКИ Знаю, что всегда меня ждет Да, что всех дороже Знаю, что всегда меня ждет Да, что всех дороже Я люблю жену до детей Искренно, но все же Нету, милой мамы моей Никого дороже Нету, милой мамы моей И никого дороже Много есть на свете людей Добрых да хороших Ах, только нету мамы моей Никого дороже Ах, только нету мамы моей Ах, и никого дороже Нету, милой мамы моей Невероятно Причем Никиту мне сказали Вырастили бабушка с дедушкой Да, до 14 лет я жил со своими первыми бабушкой и дедушкой И получается, вот как раз они И получается, после их смерти В одну неделю ты теряешь самых близких людей Вот, и бабушка умерла в священный праздник Это праздник Вознесения Божественный Вот, мне было Очень жалко Что я потерял тех людей Которые были со мной С детства Царство Небесное Но я хочу сказать, что Я знаю, что ты связал свою жизнь С изучением фольклора И для тебя вот эта деревня Где ты вырос Она важна И ты поддерживаешь Отношения с теми бабушками Которые там живут Давайте отправимся в Ульяновскую область В село Еделево И посмотрим на это Это Ульяновская область Село Еделево Мое родное село Я приезжаю очень-очень часто Я сам воспитывался с бабушкой и дедушкой И именно они мне привили любовь к селу Здесь живут мои подруги Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте Ну, чапчик миленький Это те самые мои подруги Бабушка Фрося Бабушка Маша И бабушка Валя Как у вас? Как вы вообще живете? Одна нога вдоль могилы ходит Ну, сейчас поем Посмотрим А за это За колечко Буду плакать День и ночь День и ночь Я перенимаю их традиции Потому что, к сожалению Их поколение уже уходит И их песни Я это все записываю И потом мы это поем с хором Вот спасибо говорю Сама на линию гляжу Распродуктый паровоз Песня на линию гляжу Баба Фрося Баба Фрося, тебе чем помочь надо? Ай да, картошку завалим Ай да Воды набирай И давай поливай И сажаем И копаем И полим И морим Все Все делаем сами Никита очень Хороший парень Наш бабушек не забывает Своими руками Вышивали Ручники На благословку Икону Ромашка Это Василек Большой привет Андрею Малахову Хорошо, что он Сочинил такую передачу Очень даже мы довольные Как только смотрим Его передачу Вспоминаем Свои жизни Свои песни Дай Бог здоровья Подольше жить И такие старинные Песни покажут Ой, кого люблю Кого люблю Не дождуща Летят утки Летят утки Два гуся Ой, кого люблю Кого люблю Да не дождуща Валентина Андреевна Ефросия Тимофеевна Спасибо огромное За ваши теплые слова Дай вам Бог Многое лето Но я понимаю Почему тебя туда тянет Конечно такое Прямо тепло Тепло идет От этих бабушек От всего этого дома Природы Душевка очень колоритная Очень настоящая Ты еще и Не только собираешь Народные песни Поддерживаешь бабушек Но и отлично Танцуешь Что ты еще Танцы перенимаешь Цыганочек Залай Ну давай Субтитры создавал DimaTorzok А пойду плясать Ноги Бойки А не хочу молока Там и салогон И кипот А раскатили твой лимон По белой тарелочке А посадили мне Задить А вам мои коленочки Еще раз всем добрый Добрый вечер Друзья Спасибо что вы проводите Его на телеканале Россия Самые душевные песни Самые трогательные истории Самые талантливые Исполнители Из разных уголков Нашей необъятной страны И продолжает Наш вечер Наши гости Из Брянской области Из города Унеча Екатерина Ильенко С цыганским романцем Солнышко Ой да не будите Туме Магмана 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 Ой пока солнышко Роман не взойдет Магмана 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 Ча без гетирака. Ай, люба, День улечек чокане Солнце пачкать, Ча без гетирака. О, ой, люба, День улечек чокане, Ой, пока солнышко Рома, але Ай, дне зайдет. О, ой, 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 ой! Ще мира добра! Аплодисменты 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое, Маргарина. Ну все, ты королева танцпола сегодня. Вообще, давайте перенесемся к вам в Брянскую область и посмотрим, как ты справляешься вообще со всем. Внимание. На ранней зорике по нехоженной тропке в расе серебряной пройдусь я босиком. Мы находимся в Унече, в Брянской области. В этом году погода дождливая. Посмотрите, какие реки между грядками разлились. Работать-то надо, а как засасывает, какая грязь. Вон, вылезти не могу. Вот чем он не королева. А еще у нас есть поросята. Сейчас мы их будем кормить. Вот это вот у нас комбикорм. Вот этим их кормят. Вот с водой мешается и дается им. Шиц! Какой противный! Тише! Ой, как кричит, аж доски грызет. Ну-ка, иди сюда. Кушай. Вот это моя младшая сестренка. Так, давай, Настюха, ты с той стороны, а я с этой. Что бы я без тебя делала? Или ты без меня? Когда вижу, что она начинает убирать, сразу же я тоже ей начинаю помогать. Хвостик бегает всегда за мной. Она мне как мама, потому что она все для меня сделала. Ну, она как бы меня с детства почти растила. Она все понимает, она не глупая. Свою младшую сестренку я старалась окутать заботой и лаской и дать ей то, что не дала ей мама. Когда мы были маленькими, мать ушла, она вышла замуж. Она выбрала. Выбрала кого-то, но не нас. Так не должно быть. У каждого ребенка должна быть мать. У нас два крыла, это наши родители. И с помощью них мы летаем. Но с одним крылом тяжело летать, но мы никогда не сдадимся. Я ее за это простила. Если бы она не ушла, я не была бы такой сильной. Отец это все, что он есть. И ничего больше не нужно. Опора, поддержка, ласка от него. Поначалу, когда жена моя ушла, мне было понятно, что детям не хватает матери. Но я как бы старался заменить им обоих родителей. Было трудновато с финансами. Надо всех накормить и одеть, и обуть. Но я подколымливал, и мы как бы приспособились. Нормально, нам теперь хватает. Одно я могу сказать точно, что ни я без детей, ни дети без меня не смогли бы. Мы одно целое. Вот сколько себя помню, столько помню эту вот гитару. Дочь, но эта гитара старше тебя. Ей уже 20 лет. Под окном высоким, под окном широким, Вишня белоснежная цветет. Мимо этой гостя. Мимо этой гостя Больбра и дружинка Больбра и дружинка Больбра и дружинка Сидер АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но мне кажется, что помимо твоего удивительного голоса, сегодня важно, чтобы, правда, один, единственный, тот самый важный зритель увидел эту программу. Я думаю, что ей передадут. Как ее зовут? Ева. Ева. Она вышла замуж. Мы выбрали жить с папой, то есть с отцом, со своим. Почему? Ну, потому что вот... Он ближе вам был по духу. Ближе отец. Папа не женился? Ну, есть как бы на примете женщина, скоро думает. Вы ее одобряете? Да, конечно. Ну и слава Богу. И все, и у вас... Сложится. Все сложится. Хорошо. Ты умничка вообще. Ты такая мудрая вообще, не по годам, и такая невероятно талантливая. Я прям очень хочу, чтобы у Кати получилось что-то. Тем более, что Катя еще любит русские народные песни, мне сказал. Тоже поет. Может быть, в цыганской манере будем петь? Нет. Давай. Это уже так лично. На гармошку, на двухрядку, я сирени положу. Веселей играть сегодня гармонисту закажу. Гармониста моя, да вся искристая. А я веселая, да голосистая. Эх, играй, 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 под головки подкидать. А я веселая, да голосистая. Удривились, завивались и ложились на плечо. Базарного гармониста я влюбилась горячу. Гармониста моя, да вся искристая. А я веселая, да голосистая. Эх, играй, 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 под головки подкидать. А я веселая, да голосистая. Гармониста моя, да голосистая. А я веселая, да голосистая. Гармониста моя, да голосистая. У нас же рекордация где-то в молодости вообще невероятно. Рядом с тобой два брата-близнеца, чтобы так представить. Одинаковых с лица. Владимир и Иван приехали к нам из Молдовы. В песне «А ну-ка, брат» сейчас продолжит наш вечер. Да, друзья, можете поддержать. Спасибо. А ну-ка, брат, давай поднимем за друзей. Ну, сразу, мой брат, мы бились с тобой. Я вижу, ты совсем не изменился. И сколько мы не виделись порой. Я в дружбе нашей не на миг не усомнился. А ну-ка, брат, давай поднимем за друзей. За наших мам, что и в беду не отвернутся. За наши прошлые года давай налей. Они ведь больше никогда к нам не вернутся. А ну-ка, брат, давай поднимем за любовь. За тех, девчонок, за лады, что были с нами. За все хорошее мы выпьем вновь и вновь. А все плохое пусть развится ветрами. Ты знаешь, брат, мы многое прошли. Нам есть всегда, о чем с тобою вспомнить. Не все легко давалось на пути. Но наша дружба, брат, а ну-ка, того ведь стоит. А ну-ка, брат, давай поднимем за друзей. За наших мам, что и в беду не отвернутся. За наши прошлые года давай налей. Они ведь больше никогда к нам не вернутся. А ну-ка, брат, давай поднимем за любовь. За тех, девчонок, за лады, что были с нами. За все хорошее мы выпьем вновь и вновь. А все плохое пусть развится ветрами. А ну-ка, брат, давай поднимем за друзей. За наших мам, что и в беду не отвернутся. За наши прошлые года давай налей. Они ведь больше никогда к нам не вернутся. А ну-ка, брат, давай поднимем за любовь. За тех, девчонок, за лады, что были с нами. За все хорошее мы выпьем вновь и вновь. А все плохое пусть развеется ветрами. За все хорошее мы выпьем вновь и вновь. А все плохое пусть развеется ветрами. Ну что, добрый вечер. Кто из вас старше, кто младше, рассказывайте. Здравствуйте, Андрей. Старше я. Так сказала мама. И сказала, что на пять минут. Я эти моменты не помню. Мама так сказала. При этом ребята приехали из Молдавии, где сейчас цветут лавандовые поля. Сейчас самый сезон. Посмотрите, не хуже, чем во французском Провансе. Внимание. Вот это лавандовое поле, которое находится в Молдавии, в Гагаузии. В частности, в селе Казаклия Черлунского района. Из лаванды делается лавандовое масло, которое используется в парфюмерии, в косметологии и в оздоровительных целях. Если вдыхать те пары лавандового масла, то оно помогает от головных болей и мигрени. И специально для Андрея Малахова. Небольшой презент с Гагаузией. Прямо с этого поля. Это вам презентик от на всю ручную работу. Там масла, свечки лавандовые. То есть вам сейчас, в ближайшее время, не нужно будет парфюмерия. Спасибо. Пахнет вкусно. Спасибо огромное. Спасибо, ребята. Точка этого может, да? Да, да, да. Блин, вообще классно. Какой инструмент вообще красивый? Аккордеон. Ну, такой прямо. Ну, это немецкий, да. Хотели что-то сыграть на инструментах? Давайте. Аккордеон. 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 Скажите, ребята, у меня сейчас прям такая, это что-то очень близкое, это что это такое? Называется «Сингульмяс». Да, правильно. Ну, Руслан Ягодин, актер сегодня у нас в гостях, он смеется, радуется, сопереживает. Я смеюсь, да, и я Татарин как раз, все это мне вот очень нравится. Ну, я понимаю, что сейчас еще, еще, еще дадут ноты позитива и добра, чего я очень жду. Вот, поэтому пришел Андрей радоваться и получать удовольствие. Что с поэм сегодня, Руслан, давай. Сегодня, поскольку, значит, вот все из разных городов, а я вот из города Москва. Был у меня уже опыт спеть про район текстильщики, в котором я вырос и, собственно говоря, живу. Ну, сейчас я уже решил географию увеличить. Давай. Ты к нам в Москву приезжай И пройди с Барвату Окунись над плеском Шум зеленый колей И ты будь раз, посмотри Как танцуют пищата На ладонях плачьих Голубых плачей есть Еще раз Песня плывет Сердце поет Эти слова О тебе После рекламы Мы вернемся, друзья Спасибо, что продолжаете нас смотреть, друзья Ваше любимое воскресное шоу Песни от всей души С нового эфира И мы продолжаем работу Сейчас талантливая певица из Волгограда А Левтина Егорова Появляется на нашей сцене с песней Так Мы так рады, что наконец вы в нашей студии А я как рада Для тех, кто, может быть, не узнал голос Левтины Он в начале двухтысячных Звучал, мне кажется, из всех смартфонов Тогда на канале Россия Вышел сериал Примадонны И твой голос звучит как раз в сериале А, голос Там было 15 песен Нет, ты была в одном из эпизодов Чуть-чуть так Еще мои руки снимали Вот, вот, вот Да, да Дальше ты пропала, что произошло? Да, я, получается, на самом пике пропала Я, на самом деле, была очень сильно уставшая После того, как я работала с продюсером И я решила, что мне уже это все не надо И я вот буквально сразу встретила после этого фильма Человека, которого я очень полюбила И мы создали семью Он забрал меня в другую страну Это была Украина, страна, в которую я уехала Я получила язык Я закончила там высшее учебное заведение На украинском языке То есть мне было сначала интересно все это А потом находиться там стало совершенно невозможно Я должна была выбрать свою страну И я это сделала Потому что здесь мои деды воевали Здесь моя мама Здесь я просто несколько лет вообще не видела маму Я была оторвана вообще от всего Не только от сцены, вообще от своих родственников От всего То есть как бы я была зависима полностью от супруга От его семьи Я поняла, что что-то какая-то странная любовь Где мне говорят о том, что я должна на их языке Все время говорить с детьми, да, со своими То есть какие-то ограничения такие жесткие И мне пришлось начинать все с нуля Но я вам хочу сказать Не надо бояться То есть я не боялась вообще начинать с нуля Потому что я знаю, что, во-первых, за мной дети А если есть дети у женщины, то Бог даст Да, и она сама горы свернет за них Да Я уверен, что эту программу сегодня смотрит Ваша главная поддержка, ваша мама Да, мы должны сказать Людмила Васильевна Да Это человек, который открыл для меня свои двери Мамочка, я тебя очень люблю Спасибо тебе Если бы не ты Ничего бы этого не было вообще Ну что, давайте пожелаем ей здоровья, удачи Что споем сегодня? Я хочу спеть ее любимую песню «Старый клён» Старый клён, старый клён, старый клён стучит в окно Приглашая нас с друзьями на прогулку Отчего, 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 отчего не так хорошо От того, что ты идешь по берегу тут Отчего, 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 отчего так хорошо От того, что ты идешь по берегу тут Снегопад, снегопад, снегопад Снегопад, снегопад давно прошел Словно в гости к нам опять вернулась Отчего, 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 отчего не так хорошо От того, что ты не просто улыбнулась Отчего, отчего, отчего так хорошо Отчего, 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 отчего наш гость из Пермского края Михаил Пинягин, ее сосед с песней «Увези меня!» Она меня целится! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И я также таким образом остался на своей родине, в своем Большосновском округе и там живу. Мы родили троих детей. У меня появился внук Александр. И таким образом я счастливый человек, я заявляю, друзья. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Более того, хочу сказать, что Михаил удивительный человек, потому что он восстанавливает свое родовое имение. И давайте перенесемся в его родные края. Далеко это отпрями? 140 километров. И увидим эти места. Внимание! Я рад вас приветствовать. В селе Большая Соснова, Пермский край. Месте, в котором я вырос, провел свое детство, в своем родительском доме. Я горжусь тем, что родное село, в котором проживает на сегодня всего-то 50 человек, продолжает жить своей историей, своей маленькой историей, своей культурой. Мне кажется, что это очень ценно. А когда родителей не стало, я вернулся в родовое гнездо. Приступили к восстановлению дома. Вот наш родовой дом, достояние нашей семьи. В нем располагается большое собрание предметов, которые я собираю сам в поисковой работе. Здесь собрана история. Вот она, изба. Крестьянский дом, мы его называем. Здесь своя атмосфера, чувствуется свой запах. Печь. Это был дух дома, и у нас печь тоже сохранилась в этом доме. Печь прогревалась и утром, и вечером. На печи пекли хлеб, готовили чугунка, готовили дичь, вот в таких устройствах, специальный носик, чтобы сливать жир. Дом построен по принципу быта, то есть все по удобству. Самый главный угол, которому мы поклонялись, где просили, это красный угол. Икону Николая. Нашли мы ее фактически уже в разрушенном, полуразрушенном доме. С того времени, как только икона пришла в этот дом, больше наш дом не пустовал. Постоянно кто-то приезжает. Ну и главное достояние нашего дома, это, конечно же, наша семейная, родовая аллея. Все началось с моей мамы, которая очень часто привлекала внимание на черный тополь по шумящим ветвям. Говорила, что если ветки раскачиваются, соприкасаются, два тополя вместе, будет, значит, дождь. Если один тополь шумит, второй не шумит, значит, будет просто ветрено. Собственно, с истории этого дерева появилось желание на этом земельном участке посадить семейную аллею. Сейчас в нашей аллее более уже 16 деревьев. Клены посвящены линии моей мамы плетистой ивы предкам со стороны папы. Я делаю такую табличку, чтобы наше будущее поколение знали, что это дерево посажено в честь какого-то предка. ПМФ Пенягина Мария Федоровна. Это моя мама. Так сохраняется история семьи. Что творится, что творилось на твоей земле? Все в этой музыке ты только улови. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы приветствуем еще раз всех, кто этот воскресный вечер проводит с самой душевной программой на телеканале «Россия». Ну и продолжает наш вечер, наш гость из Ярославля, Антон Автени, с молдавской песней «Хора Дурлуй». Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Хора. Хора – это хоровод. Хоровод. А до, 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 до... А до, до... Вы все правильно делали, оказывается. Антон, почему вы из Ярославлии поете молдавскую песню? Сами из Молдавии, но так получилось, что я приехал к другу детства в Ярославле и решил я остаться тут. Кем работаете в Ярославле? Дворник. Во! Ну что? Бажный человек. Кстати, я живу в Ярославле, очень чистый город, правда, очень чистый город. Но хочу сказать, что Антон время зря не теряет, и в Ярославле нашел свою любовь. Смотрим. Я работаю дворником в Ярославле. Каждый день в 5 утра я прихожу за инвентарьем и делаю порядок. Вот у меня тут фотография Аллегровой. Привет, Андрей! Каждый день пою. Силу не надо применять. Это нежный инструмент. И с радостью надо относиться к инструменту, и он помогает. Здесь у меня ничего нет, только руки и ноги и паспорт. Приехал я из Молдавии. У меня не было документов, чтобы официально устроиться на работу. Я оставил анкету на сайте знакомств. где написал, что ищу женщину со своей квартирой, ну, со всеми удобствами. И мне написала моя Елена Львовна. Елена Львовна! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это моя жена. У Антона в анкете сказано, что он хочет создать именно семью. Мне хотелось создать, потому что я семейная женщина, мы с первым мужем прожили 28 лет. Муж умер 15 лет назад. Мы общались недели две, и он говорит, ты, наверное, не хочешь со мной встретиться. А я вставляла зубы, я говорю, ну, слушай, я рот пустой, и как я с тобой встречусь? Он говорит, рот не главное. Он меня пригласил на романтическое свидание, но денег у него не было на ресторан, и я решила его пригласить к себе в гости. Конечно, боялась, но на свой страх и риск ей вот пригласил их к себе домой. И он после этого свидания остался у меня. Вот это блюдо я приготовил на наше первое свидание и принес ей молдавские плаценты. В переводе на русском пирожки с капустой. Дармайдук джейдра гостя. Это песня наша молдавская. Сладкое-сладкое вино, но все равно моя девушка, моя женщина слаще. Девчонки забидовали такому мужчине. Дети, конечно, негативно относились, но увидя, как он относится ко мне, сердце детей растаяло. Мужчины многие хотят сесть на шею женщине, но Антон мне помогает во всем. В прошлом году мы вот поклеили обои, в прихожей он сделал ремонт. Растопил сердце женщины. Понравились эти отношения. У него гитара была, серенады пел под окном, цветы дарил. Ну, наверное, приятно женщине, когда за ней ухаживают. И он мне написал песню и музыку, и не одну. Спасибо, Лена, душенька моя. Ой, что иначе. Буду я любить тебя всегда. Как трогательно это все. Мне нравится ваша прямолинейность. За что? Со всеми удобствами. Со всеми удобствами. А вы можете, она в зале, можете позвать ее так же, как в сюжете, вот так крикнуть ей? Ленуська. Ленуся. Елена Косинзяна. Здравствуйте, 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 рады видеть. Андреем Малаховым. Спасибо, Владимир. И почему, объясняю, почему пробка. Отпилить, конечно, я понимаю, что. Наши предки все время потеряли пробки, и вместо пробки все время вот молдавский такой шоколел, качан кукурузный, чтобы не терялся запах. А вино сами делали? Это молдавское мое домашнее вино. Скажите мне, ну не страшно было пускать вот незнакомого мужчины с объявления? Страшно, конечно, с объявления. Ну, я две недели с ним общалась по телефону. Ну, и так поняли, что все-таки, да, можно дать шанс. Да. Ну, вы расписались или вы так? Да, расписались. Временно. СМЕХ 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 Ну, это важно, чтобы была вот эта химия. Я понимаю вас как эмоционально это все. Я его поддерживаю в его музыкальных началах. Вы тоже поете. Ну, я на подтанцовке. СМЕХ СМЕХ Ну, ты сейчас должен что-то спеть такое для Елены Львовны прямо... Убедительное. Убедительное. Тем более, что... Ну, постараюсь. На юбилей... Леночка себе шубу не купила, а купила любимому синтезатору. Понимаешь? Да, да, я... Вот это классный. Я очень благодарен. Я сочинил для нее песню «Благодарю тебя за все». Оно есть в интернете. Но сегодня я спою другую песню. Ну, давай. СМЕХ 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 Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье и тебя приведу в этот собственный дом. Заведу, как голубей, и с тобой, и с любовью мы посадим сирень. «Под окном» Заведу, как голубей, и с тобой, и с любовью мы посадим сирень. «Под окном» Заведу, как голубей, и с тобой, 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 и с тобой. Заведу, как голубей, и с тобой, и с тобой, и с тобой, и с тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ни на каком пруду я ее не приведу. Я нашел свой пруд. У Елены Львовная. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, всем привет, кого не видел. Эта песня недавно вышла, так что давайте танцевать вместе со мной. Ну, если бы ты знала, как я люблю тебя, Снова буду пьяный от запаха волос. В этот летний вечер мы идем в разнос. Спасибо! Молодец! Молодец, Андрей! Что тебя вдохновило, скажи, как родилась эта мелодия? Эту песню я придумал в метро, когда ехал с тренировки, кажется. Тренировки откуда? Какой? С какой тренировки? Ну, я занимаюсь футболом. Футболом? Играю за сборную России по футболу слепых. О! Да, я еще не поздоровался, так что рад всех видеть. Я хоть вас не вижу, сами понимаете, но я чувствую вот эту всю атмосферу. Я столько песен за вечер не слышал, наверное, ни разу. Мы тебя рады! Мне очень приятно здесь находиться. Чувствую каждый взгляд, каждый голос. Зрение у меня изначально было хорошее. Оно упало в три года после прививок. Ну, так случилось, да. Но, как бы, не до конца. До шести лет у меня глаз один видел 70%. Мне хотели его улучшить зрение. Так получилось, что вот, как видите. Но, несмотря на это, можно радоваться всему и... И даже играть в футбол, потому что сейчас, посмотрите, как это происходит, внимание. Обалдеть вообще. Как незрячие футболисты понимают, где ворота, когда рядом никого нету. Я беру колонку, кладу ее в центр ворот. Так, нашел примерно центр. Он вот тут. Включаю свой футбольный трек и начинаю тренироваться. Такая песня очень нравится. Она связана с летом. Я думаю, все ее знают, так что... Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня, А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня, А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. А ты знаешь, что человек, который сегодня играет у нас в студии, это Николай Зазиткевич, папа как раз. Да ладно. Ребят из... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вот это сюрприз. Класс. АПЛОДИСМЕНТЫ Второй куплет. Тогда второй куплет. Поехали. Давай дальше. Знаю, мы сегодня точно не уснём. Знаю, будем до утра смотреть на звёзды. Тебя клеют мои руки и костёр. Так красиво поднимают измывозу. Веки ласкают глаза, солнце выходит в закат. Кто был со мной до конца, с детьми не шагу назад. И войны стали сильней, но накрывает тоска. Я соберу всех друзей и тогда. Звук поставлен на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ещё раз всем добрый воскресный вечер, друзья. Песни от всей души продолжают свою работу. Ваше любимое народное шоу. АПЛОДИСМЕНТЫ И сейчас у вас большой шанс не поддаться чарам нашей следующей гости-исполнительницы, звезда 90-х, гипнолог-психолог Лилиана с песней «При ворожу» выходит на нашу сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, говорим, нет горьких слов, прости, прощай Как в лихорадочном бреду я все дрожу Приворожу тебя к себе, приворожу Как в лихорадочном бреду я все дрожу Приворожу тебя к себе, приворожу Вот расскажите нам, легко ли приворожить мужчину? Вообще многие считают, что это относится к черной магии Что это нужно заставлять человека для того, чтобы он там с нелюбимой как-то жил Чаще всего я считаю, что если семья рушится Если мужчину кто-то приворожил, то не нужно делать привораживание Нужно просто снять то воздействие, которое сделал посторонний человек И мужчина, как правило, возвращается в свою семью Ну а вы приворожили? Нет, а мне некого было привораживать Задача такой не стояла, да? Да, задача такая не стояла Ну давайте вернемся, покажем фрагмент ваших знаменитых сеансов, которые показывали по телевизору Вы мне доверяете? Хорошо, закрыли глазки Сейчас я буду считать до трех Вы глотаете слюну И полностью боль в голове проходит Раз, два, три, проглотили слюну И полностью боль прошла Смотрите мне в глаза Какое состояние? Нормальное Не болит голова? Не болит голова? Не болит голова? Отлично Я бы со страху так сказал, что не болит Кстати, это очень интересная методика и срабатывает на все сто процентов Я буду так дома делать, в жене Ну-ка смотри мне в глаза Мои ученики мне делают все Я преподавала гипноз Иногда и сейчас преподаю все виды гипноза У меня учились такие, как Бедрос Киркоров, Аврам Руссо, Ирина Отьева Например, у Бедроса Киркорова был концерт И после первого отделения у него голос сел, потому что он пел живьем В антракте я подошла к нему, провела с ним сеанс И он закончил прекрасно концерт Вообще было очень много интересных сеансов Я, можно сказать, единственный человек, который могу зависимость от алкоголя убрать за 10 минут буквально И причем человек, если хочет выпить одну рюмку, то он выпьет одну рюмку в определенный день Вторую он даже брать не будет У вас бабушка пела, мне сказали, пела в церковном хоре Да, она была очень верующим человеком И она меня к этому вела То есть она меня водила в церковь И вот, когда она умирала, она мне подарила икону Николая Годника И тогда я дала себе слово, я поеду на его могилу Я поехала в баре и была на его могиле А когда вы почувствовали этот дар у себя? В детстве или вдруг это пришло? Я в детстве... Может, молния попала в вас? Я, нет, нет, нет Вы знаете, мне, вот мы когда вот об этом говорили с мамой Мы думали, как вообще-то могло вот вообще во мне вот это произойти Я же никогда не беру карты в руки Я никогда не гадаю на какой-то кофейной гуще Я этим не занимаюсь Я могу вот посмотреть на вас, например, и на этот поток Андрей, мы знакомы давно с вами Я восхищаюсь вами, как прекрасным журналистом, ведущим Этому коньяку ровно 27 лет исполнилось в этом году Это из моей коллекции, и я хочу вам это преподнести Потому что я вас очень уважаю Спасибо большое Это просто поставить и любоваться Ой, друзья, Андрей, я, знаете, запамятовал о том, что у меня здесь тоже коробочка счастья Я вас влюблен, мне кажется, вы на нас произвели неизгладимое впечатление Абсолютно Абсолютно Благодарю вас Благодарю вас Приятно И вот здесь находится коробочка счастья, которую мы бы хотели Да, она из Пермского края Она из деревни, в которой проживает 50 человек И, может быть, там уже скоро никого не останется Но здесь находится самое главное Это варенье из наших сосновых шишек Ну и, конечно же, друзья, все, что мы делаем с любовью Сейчас этим занимаются наши дети Мы делаем мастер-классы Это деревня Тараканово И вот вам счастье, Андрей Этот таракан притягивает любовь Прекрасно Это классно А я сейчас реально думал настоящего Это нашего леса Спасибо, спасибо И я, можно, сделаю еще один подарок Другу, который, когда мы разговаривали Я не заметил, что он очень с юмором сегодня Это наш футболист, который Друзьям, Андрей, я искренне хотел бы подарить Андрей, тебе вот этот мешочек счастья Благодарю Благодарю У нас сегодня талантливая певица Терри Бериашвили в гостях У нас есть видео, как она поет вместе со своей мамой и сестрой Давайте покажем ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Причем нам достаточно собраться двоим Мама наставила на том, чтобы мы купили рояль Он был обычным цветом Мама говорит, я хочу красный рояль Говорю, мама, красть рояль в какой цвет хочешь Покрасила? Красный рояль? Покрасила она, да Он такой винного цвета рояль Ну вы так шикарно выглядите прямо в качестве Да, это было как будто бы из прошлой жизни Потому что я скинула лишних 20 килограммов А я скинула 40 Прекрасно Какой секрет? Пойти можно Любовь? Да Давайте споем что-нибудь Давайте с удовольствием споем Потому что слова становятся с нагрузкой, когда ты влюблен Слова обретают силы Я, знаете, хочу вспомнить ту песню, которую очень любит моя мама Мама всегда говорила с дичайшим акцентом То есть она заведала в аптеке Почему вот эта фактура, почему не сделали? То есть просто там держала всех Вот просто в гижовых рукавицах Но вот с таким акцентом И поет она точно так же И сейчас можно, как мама споет? Как мама, давай Да, да, да Ромашки спрятались А не клей-лютики А на лютики говорилось Когда застыла я от горких слов Зачем вы, девочки, красивых любите Непостоянная у них любовь Зачем вы, девочки, красивых любите Непостоянная у них любовь Слова нешительно и жадно брошенный Казаться гордою Хватило сил Ему сказала я Всего хорошего А он прощения Не попросил Ему сказала я Всего хорошего А он прощения Не попросил Спасибо Лютики Лютики Два прекрасных еще цветка сидят у нас, друзья Яркие музыканты Яков Кирсанов И Денис Гавицкий Добрый вечер Здравствуйте Добрый вечер Как вам истории наших героев? Как вам? Да в основном потрясающе А иногда просто даже не веришь в то, что сижу за этим столом Могу так приятно провести вечер Спасибо вам, Андрей, за это большое Я под впечатлением А у кого из вас шестеро детей? У нас девять детей на двоих У меня только три Он как раз моя собака идет Это Габриэла Да, это страшная собака Залижет до смерти В этом году Московская сторожева В этом году у нас Появились еще индюки Ну буквально пять штук Так, чтобы это Было для разнообразия Чтобы не скучно было Да, они очень быстро растут Они поют Вот это вот все свое там Это Петр Петрович Человек, который Выжил В нелегкой борьбе С другим более крупным Петухом Который тоже у нас образовался Ну и Видимо он его отравил Наверное Ну вам за что Достается, Денис? Какие-нибудь Да, периодически заезжают Может быть немножко там выдели мне Перепелиных яичек чуть-чуть На тебе в дорожку Ну что, сейчас прозвучит песня В финале нашей программы Которая родилась тоже Благодаря детям, я знаю, да? Так точно, да Как раз родилась моя третья дочка Яна И я абсолютно счастливый Гулял по лесу И что-то там все такое Мурлыкал, намурлыкивал И сделали эту песню Ну что, пусть будет праздник, друзья Приглашаем вас Пусть будет праздник Катяты голоды И назло всем Так хочется жить Без забот и проблем Куда несется мир? Скажи, зачем? А если бы знали Мы все наперед Что никогда будет с нами Где повезет А где наоборот Засады ждет? Засады ждет Мы не чудили Мы бы соломки постелили Все бы проблемы Победили И веселились бы Назло врагам Мы желаем вам Пусть будет праздник Пусть вам поднимет Зарплату начальник Мы желаем вам Пусть будет счастье И повезет Обязательно вам Ждем врагам на зло Пусть будет праздник Пусть будет праздник Праздник проказник Мы желаем вам Пусть будет счастье Море надежд И любви океан Катятся годы И каждый день Так хочется жить И любить все сильней Того, кто в одной И только твой Кружится, кружит Нас дни карусель Где же ты нам очень нужен Праздничный день Ты приходи скорей Ты нас согрей Давайте вместе Беды прогоним Этой песней Счастье Откроем двери вместе И пожелаем Чтобы нам Несло Всего Пусть будет праздник Пусть вам поднимет Зарплату начальник Мы желаем вам Пусть будет счастье И повезет Обязательно вам Все врага на зло Пусть будет праздник Пусть будет праздник Праздник проказник Мы желаем вам Пусть будет счастье Море надежд И любви океан Мы желаем вам Пусть будет праздник Пусть вам поднимет Зарплату начальник Мы желаем вам Пусть будет счастье И повезет Обязательно вам Всем врага на зло Пусть будет праздник Пусть будет праздник Праздник проказник Мы желаем вам Пусть будет счастье Море надежд И любви океан Мы тоже желаем вам Друзья Море любви Надежд Океан Хорошей рабочей недели Берегите себя И своих близких До свидания Море надежд И любви океан АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...